Стрельба, ориентирование на местности, преодоление полосы препятствий. 17 по 19 июня в Кирове проходит региональный этап военно-спортивной игры «Зорница». Это игра-имитация боевых действий, похожая на военные учения. Появилась она еще в советские времена. Позднее игра была забыта. И только в марте 2011 года Министерство образования и науки, молодежи и спорта договорились вновь проводить «Зорницу» среди школьников. На одном из этапов с юными кировскими патриотами пообщалась Екатерина Зубарева. Прыгать через стены, преодолевая полосу препятствий для Саши Игнатова – дело непривычное. Военно-патриотический клуб юноши посещают всего год. И раньше в масштабных соревнованиях он не участвовал. Те знания, которые приобретет за три дня соревнований, надеется Саша, помогут ему в дальнейшем. Например, сборка, сборка автомата. Вот это все военные, полевые, тактические игры. Это все пригодится в армии. В игре участвуют воспитанники военно-патриотических клубов Кировой области. Это почти 100 ребят в возрасте 14-15 лет. В выдержке и ловкости соревнуются не только мальчики, но и девочки. У мальчиков все по-другому. У них эстафеты силовые, упражнения другие. А у девочек просто отжимания, бег. Военизированные эстафеты в нашем городе проходят ежегодно. Они служат начальной подготовкой к службе в армии, укрепляют физическое развитие подростков, а также воспитывают у молодежи чувство патриотизма. С нашими всеми перестройками позабыли, что надо детей-то воспитывать с раннего возраста. Это не столько военная подготовка, сколько просто-напросто ребята занимаются спортом, просто ребята общаются, ну и плюс к этому пытаются доказать, что они что-то могут и доказывают. За время соревнований, уверены организаторы, ребята приобретут не только спортивные навыки, но и новых друзей. Во время преодоления всех препятствий, которые ребята встречаются в рамках этой игры, здесь требуется взаимовыручка, такие товарищеские, командное качество, поэтому здесь в первую очередь важную роль играет именно коллектив. Завтра судьи выберут команду победителем. Она и будет представлять нашу область в финальных окружных соревнованиях «Зарница по Волжье», которые пройдут в сентябре этого года в Оренбурге. Екатерина Зубарева, Александра Летова, Бюро новостей Давича.